Сережа, Иван Вадимович уже подключился, можно продолжить дискуссию. Иван Вадимович, я смог передать мои мысли? Вы совершенно правы, что сжатие идеальное, может быть, идеализированная схема. Конечно, но мой вопрос был несколько в другом. Понятно, тогда извините. Мне кажется, вот эта интересная вещь для оценки, что Сережа как бы шел по пути. На самом деле у нас схема основана на делителях, мы освещаем входы одинаковыми сжателем по договоренности. Потом пересчитываем это дело в схему, основанную на Сизета, и вот возникает критерий Манлоку Фарусова. Но вот если я экспериментатор, и у меня есть в руках непосредственная возможность сгенерировать все это на Сизета, то что я должен закладывать в узлы? Да, по поводу, почему именно такое выбирается сжатие, почему первоначально рассматривалось идеальное сжатие, а одинаковое сжатие. Можно такой комментарий сделать, что опять же, если смотреть на нулифайеры кластерного состояния, на критерии Манлоку Фарусавы, там видно следующее. Если мы, вот две ситуации, сначала мы сжатие везде поставили одинаковое и сгенерируем кластерное состояние какое-то. И вторая ситуация, мы немножко изменили это сжатие. То есть один немножко раздули, например, осциллятор, уменьшив его сжатие, то тогда вот другой осциллятор нужно обязательно сжать больше, чтобы получилась вот та прежняя конфигурация. И по такой логике следует, что использовать одинаковые сжатые коэффициенты в схеме со светоделителями это тоже некий оптимум, потому что вот если у нас есть много осцилляторов одинаково сжатых, ну как бы сжатие будет чуть больше, чем потребуется сжатие, если мы один раздуем, а другой еще больше сожмем. Логика такая. Не знаю, насколько это понятно. Не очень. В общем, предположим, у нас есть сжатие 5 децибел, например. У нас есть n источников, которые генерируют 5 децибел. И мы можем построить одно кластерное состояние. Ну вот, условно говоря, вот такое какое-нибудь, да. Предположим, мы хотим немножко изменить источник. И какие-то... Ну вот у нас есть такие же источники. 5 децибел, а один дает не 5 децибел, а 4 децибела. То есть у него сжатие уменьшилось. Вот. Чтобы построить такую же конфигурацию, нам нужно другие источники увеличить их сжатие. То есть уже 5 недостаточно. Там, ну, условно говоря, нужно будет уже 6 децибел. Вот. А 6 децибел, может быть, мы и не умеем генерировать. То есть разница между... Ну, создавать более сжатые осцилляторы – очень сложная задача. То есть там разница в 1 децибел может быть очень критична. То есть там 15 децибел можем создавать, а 16 децибел уже нет такого источника. Вот. Поэтому как бы лучше использовать клан с 5 децибелами, мы точно сможем такую конфигурацию создать. А такая конфигурация, например, нам хороша для вычислений. Там реализует какой-то протокол. Вот. Поэтому вот выбираются все одинаковые. Ну да, вся история как бы она пошла с того, что... Почему сейчас проблема с этими однонаправленными вычислениями в непрерывных переменных? Потому что нету источников, которые достаточно хорошо сжимают. То есть мы не можем сделать тот уровень сжатия, который позволяет применять процедуру коррекции ошибок универсально. И все. И тогда получается так, что только маленькие какие-то схемы, а дальше ошибка накапливается. Вот коррекция ошибок – это процедура, которая позволяет не накапливать ошибок. И, к сожалению, вот пока что все теоремы, которые доказаны, показывают, что нужно побольше сжатия для того, чтобы процедура прошла. А такое сжатие не умеют делать. И вот Сережа пытается сказать, как нам наименьшим образом заработать ошибку на всех этих вычислениях на кластерных состояниях. То есть как сделать кластер так, чтобы ошибка меньше всего накапливалась. Вот отсюда его задача. Извините. Иван Ильич, давайте я потом задам. То есть за кадром на самом деле такие рассуждения, что реально надо работать с делителями, с амитарными делителями. Что для того, чтобы проанализировать эту штуку, удобно перевести это на условный язык операции СИЗЭТ. Как Сережа сделал, да? На языке СИЗЭТ определить вот эти весовые коэффициенты Ж между узлами. А потом последний этап – пересчитать обратно унитарные делители. Если в уме мы все время держим, что работать мы будем с унитарными делителями, на входы подаются одинаковые сжатые состояния, а именно оптимально получаемые в эксперименте. Да, именно так. Значит, тогда надо как бы добавить к вашему рассмотрению последний этап, чтобы его завершить. Ну, последний этап – развернуть обратно в схемы делителей. Ну, в схеме делителей – это сложно, потому что… А если ваша рекомендация в конечном этапе, в конечном счете рассчитана на экспериментаторов, которые будут работать именно таким образом? Ну, да, тут если бы какая-нибудь была одна конфигурация, в общем, тут сложность какой-то… Для каждой конфигурации у нас разные Ж, а каждая разная Ж, она своими набором параметров светоделителя выдается. Но, тем не менее, как бы доведение этой… Как бы задача сначала поставлена физически, потом она выведена в формально анализируемую область, где вот вы… Ну, да, ну, да, да. Но теперь надо вернуться обратно в физическую область. Ну, да. Если конструировать реальное осуществление кластеров с помощью СИЗЭТов, вещь неудобная. Получается так. Ну, да. То есть, у этой задачи есть как бы завершающий этап. Который в общем виде не делается, но в каком-то частном случае делается всегда. А еще такой вопрос у меня возникает. То есть, есть узлы, энное количество узлов, да? Они соединяются вот дальше линиями. Я смотрю на верхний левый граф. Вот там есть шлифованные линии, они не соединяются. Нет, они соединены, да, тут я забыл сказать, они соединены, но они все разные. То есть, они соединены, но разные лицовые коэффициенты. Разные коэффициенты. Это отличается от этого, это от этого. Ну, короче, вот они соединены, но разные лицовые коэффициенты. То есть, вопрос следующий. У нас что получается? Вот я задал количество узлов. В данном случае 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? 7 узлов. Вот что получается по этой схеме? У меня и линии, соединяющие между ними автоматом, значит, определяются? Нет, вы задаете полностью конфигурацию первоначально. То есть, получается, линии я тоже должен задать? Да, линии вы задаете, да, а потом вы определяете вес каждой линии. Так, теперь вопрос следующий. На самом деле можно еще, положим, я по разную конфигурацию линий задаю, потом я определяю каждый вес, и потом у меня получается свой минимум. Дальше следующий шаг это состоит в оптимизации по количеству линий, по геометрии или по топологии линий. Так получается? Да, да, да. Потому что число узлов задал, а дальше вопрос, какая топология, уже соединение между ними пойдет. Ну да. Ну и соответственно, чтобы минимизировать все это. Николай Николаевич, вот абсолютно в корень зрите, потому что очень часто, когда говорят там о каких-нибудь этих однонаправленных подчислениях, рисуют просто сетку такую прямоугольную. И как будто бы это самая лучшая ситуация, а совершенно не так. То есть она никаким образом не является самой лучшей, и в этом смысле вот поиск правильной конфигурации, которая закладывает нам минимальную ошибку вычисления, но дает нам вычислительную мощность, это вот отдельная задача. Понятно. Мне это напоминает, правда, я мог, может, и не прав, просто по аналогии. Вот Ньютон в свое время придумал тоже, значит, у него графы были, значит, когда полиномы считались. Я сейчас точно не помню, это чисто ассоциативная вещь, вот надо это еще раз посмотреть. Ньютон тоже настроил графы и тоже находил всякие оптимальные конфигурации в смысле графов для того, чтобы получать какие-то коэффициенты у сложных полиномов. Значит, вот надо вспомнить мне и посмотреть, может быть, что-то тут и получится позитивное в смысле в этой аналогии. Ну, это так. Да, спасибо. Да, просто Кирилл еще хотел задать какой-то вопрос, я помню, что ждал. Да, вопрос был немножко в сторону на тему того, сколько общего времени требуется на аналогический затвор. Просто все время мелькает цифра, которая 15 децибел, вот и кажется, что ждать нужно очень долго, чтобы приготовить такое состояние. Поэтому понятно, что можно как бы заранее их приготовить как-то, но просто интересно, сколько вообще требуется времени. Я не знаю, не читал, не смотрел. Сережа, на самом деле все-таки пересчет обратно в свойства делителей имеет смысл, потому что, например, если рассмотреть пространственно сжатое состояние, вот которое придумали мы с Мишей Колобовым, да, то свободное распространение – это ведь тоже делители. Вот берем пиксел, да, этот пиксел, соседние пикселы вверх и вбок при распространении за счет дифракции перемешивается. То есть это схема с заданными коэффициентами деления в некотором смысле. Или берем схемы, которые сейчас модные, планарные, когда волноводы на плоскости, там, в кремнии, ну, в кремнии, да, по-моему, это делается. И экспериментатор может синтезировать вот эти сеточки, но теперь одномерные. Это и то, и другое, как бы, ну, экспериментально важные вещи. И вот как пересчитать ваши результаты? Вот на эти две ситуации распространение пространственно многомодово сжатого света и перемешивание за счет дифракции – одна ситуация. И распространение в планарных сеточках, где не все совсем можно связать. Понятно, да? Планарная сеточка – это там ведь мы можем пересечь жилки, которые, ну, не перебросить одну жилку через две на третью. Не пересечь, в одномерной ситуации, да? Возникают, как бы, важные частные случаи, короче говоря. И вот привести ваши результаты на эти важные частные случаи – это было бы интересно. Не хватает последней части. Да, да? То есть эти графы такие сложные, они, так сказать, технологические, конечно, просто простенькие делают обычно, да? Ну, чтобы побольше было узлов, но тут топология простенького у них, да? То есть это сложное. Сережа обсуждает произвольную топологию. А в реальной жизни вот есть две важных топологии. Одна – это волновой фронт, которым каждый пиксел представляет собой сжатое, независимое сжатое состояние. И при дифракции это все летит вперед и перемешивается, но в определенном порядке, не в произвольном. И планарные сеточки, где тоже есть ограничения на… Нельзя жилку номер один так вот прямо связать с жилкой номер десять, не пересекаясь по дороге с жилками номер два, три, четыре, пять. И вот как это вот общее Сережина построение переносится на конкретные топологии. Но для этого надо отойти от СИЗЭТ, как оказалось, это воспомогательное средство приведения кластера. Ну, в общем, Сереже, есть над чем поработать. Мы ему накидали направлений. Ну, вообще здорово, конечно, что удалось связать вот с этим критерином из совершенно другой области. И они оказались работающими. Это здорово. Очень красиво. Там, наверное, не может как-то с этими другими областями. Потому что, между другими у них цели-то. Тут альфа надо как-то убирать, какой-нибудь смысл на имени и так далее. Ну, параметры. Ну, альфа все-таки один параметр, а не 10. Так вот, на самом деле, один параметр – это плохо. Потому что, когда у вас будут сложные щетки, у вас будет не отличие. Вы того не сможете отличить. Ну, вот, у вас будет вещественное число, да, они будут все ближе и ближе друг к другу. И у вас получается проблема, чтобы отличить у вас. Какая погрешность у вас. Что это одинаковое? Альфа одинаковая для всей сети. Нет, когда вы стали одинаково, вам не отловить всякие тонкости в самой сети. Потому что у вас всего одно число оказывается. По идее, чем больше части параметров, тем лучше. Ну, например... Ну, комплексный альфа взять, например, и посмотреть. Ну, там альфа, как я понимаю, чисто математические параметры формальные. Да-да-да, я привык вам. И так больше параметров будут два параметра, например. Понимаете? Ну, да. То есть вот этот альфа, который есть, его можно вообще не трогать. Можно оставить альфа и просто оценивать получившиеся ряды до определенного члена, но они будут полностью совпадать. То есть для любого альфа, ну, как бы, если вот эти вот штуки, они верны. У вас, может, оказалось, как бы числа почти похожие, а на самом деле запомнишь на другие. Вот у вас 2,83 и 2,81. Всего в третьем знаке отличаются. Выкинется у вас, по логике, что оказывается вроде одинаковая сумма, а у зудочных все разные. Ну, да, я понял. Ну, вот в теории социальных сетей там есть как раз вот эта вот мера, она за это действительно и критикуется. То, что всего один альфа, и там вводятся еще другие меры, где уже несколько параметров. Но пока что мне достаточно одного альфа, и все. Ну, может, надо какую-нибудь матрицу взять, да, там, и сформировать матрицу. Ну, там все сложнее и сложнее будет. Ну, да, там, как бы, может быть, и выигрыша никого не будет. То есть, мне хочется уменьшить что-то уравнение, а не увеличить. Нет, ну, понятно, что это не найдено окончательно исчерпывающее решение, но это шаг вот такой существенно в нужную сторону, так скажем. Ну, что, друзья, спасибо за участие, такое активное, в сегодняшнем семинаре. Я думаю, что мы Сережу отпустим. Я думаю, что мы сегодня семинар закроем и будем ждать следующей недели. Сереже, спасибо. Да, Сереже, спасибо. Всего хорошего. До встречи. У меня еще такой... В общем, для зачета доклад, который мы будем делать, сколько примерно минуты листов презентации ориентироваться? Олег, все вопросы по вашему зачету вы можете задать мне на почту. Всем участникам семинара до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok